Вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки с 9 глава, 28 по 36 стихи. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иоанна, зашел он на горы помолиться. Когда он помолился, вид ли лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись во славе. Они говорили об исходе его, которое ему принадлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его. И двух мужей, стоявших с ним. Когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу. Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кучи. Одну тебе, одну Моисею и одну Ильи. Не знаю, что говорил. Не знаю, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, и осенил их. И устрашились, когда вошли в облако. Устрашились. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголищей. Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в тени о том, что видели. Толкование. Куда-то прижили, смотри. У толкования он оставался тем же, кем был. Но вид лица его явился гораздо светлейшим, чем прежде. Подобное произошло и с его одеждой. Ибо только вид ее блистал молнией. Существо одежды не переменялось. А только наружность. Когда он молился. Ему предстояли Моисей и Илья. Чтобы показать, что он не был противником закона и пророков. Ибо если бы он был противник. То Моисей, давший закон, и Илья, ревностнейший из пророков. Не дозволили бы себе служить ему. Наподобие телохранителей. Не даже быть с ним. Они говорили о исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. То есть о смерти его. В то время, как Христос пребывал в молитве, Петр отягчен был сном. Ибо он был слаб и служа ему, служа сну, сдавал должное человеческой природе. Когда же Петр пробудился, то увидел славу Христову и двух мужей, находя такое пребывание здесь, приятным по причине света и созрецания пророков. Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Он думал, что теперь настала кончина мира и царства Иисусова. Но он не знал, что говорил, ибо тогда еще не была кончина, еще не наступил день царства и наслаждения теми. Ты сначала выделяй, потом поднимай. Чего ты так много выделяешь-то? Ну и где? Вот теми благами. Ну выше-то поднимай. Давай еще раз, ибо тогда убирай черное. Все черное убирай, белое тыкай в текст, вот и все. Ибо тогда еще не была кончина, еще не наступил день царства и наслаждения теми благами, коими будут обладать святые. Петр сказал это, хорошо нам здесь быть вместе и потому, что опасался, что Христос будет распят. Он слышал от Христа, что ему должно быть убитым и в третий день воскреснуть. Поэтому и сказал это, выражаясь как бы так, не будем сходить с горы, будем здесь оставаться, чтобы избежать креста и страдания. Если придут на нас иудеи, то мы имеем помощником Илью, который свел с неба огонь и истребил пятидесяти начальников. Имеем Моисея, который поразил столько и таких народов. Сказал он, это не зная, что говорит, ибо он думал, что крест есть зло и притом мучительное. А поэтому, желая избежать его, и сказал это, между тем Господь жаждал быть распятым, поскольку иначе не могло совершиться спасение людей. Тогда, как Петр говорил им еще, сделаем трекущий. Господь внезапно творит сень нерукотворную и входит в нее с пророками, чтобы показать, что он ничем не меньше отца. Ну поднимай кого-то. Все. Вроде быра черная. Ибо как в Ветхом Завете Господь являлся в облаке, и Моисей входил в оное, и таким образом получил закон. Так и ныне облако обняло Христа, и облако немрачное, ибо прожила тень закона и мрак неведенья. Но облако светлое, ибо истина пришла, и благодать Господня воссияла, и потому ныне ничего нет темного. И шел из облака глаз, подобно как в Ветхом Завете слышен был из облака глаз Божий. Иисус же оставался один, чтобы кто не подумал, что слова сей есть Сын Мой возлюбленный. Сказаны были о Моисее или Илеи. Впрочем, символ может означать, что закон и пророк были до некоторого только времени, как и здесь, видимо, были Моисей и Илея. А потом, когда прошло их время, остался один Иисус. Ибо ныне господствует Евангелие, тогда как многое законно миновало. Апостолы умолчали, и ничего не говорили о том, что видели. Прежде креста, и не следовало говорить об Иисусе что-нибудь богоприличное. Ибо какое о нем составили бы мнение те, кои слышали это, а потом увидели его, распинаемым. Не сочли ли бы они его обманщикам и мечтателям, потому что апостолы прежде креста не проповедуют ни об одном чудесном и богоприличном деле Иисуса. Аминь. Аминь. Читалось? Нет, все, теперь разбор. Давай, Нестор. Что я запомнил? Да. Что когда они зашли на гору, Петр и бывшие с ним уснули. А Иисус зашел на вершину, и к нему приступили два... Ну хорошо, то что вот они уснули, ты к себе это как-то можешь применить, что ты такой же? Бывает. 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 Раз-раз дык скопытился, а утром будильник звенит, совершенно не слышишь. Писание говорит, бодрствуйте, бодрствуйте в молитве, ну и здесь уснули. Поэтому сон, это нужно стараться ограничивать себя во сне. Понятно. Сон и блуд в обнимку идут, кто много спит, тот потом лень нападает, работать неохота и пошло-пошло дальше по накатанной дорожка в ад. Ну а тебе, Василий, что запомнилось из прочитанного, что внимание обратилось в Господь сердце твое, чем коснулся? О каком празднике тут речь идет церковно? Праздник кущей, да нет, не попал ты, пальцем в небо попал. Три кущей и праздник кущей, тут три кущей, три монастыря хотел себе сделать. Нет. На горе, на какой горе было все, и что это было-то на горе? Неподсказывание. Я думаю. Молились. Что было? Молились. Молились. Ну а потом, когда лицо его сделалось блистающим, что произошло с Господом? Даешь ты праздник кущей, устроил тут места еврейские. Лицо его преобразилось. Вот, преобразилось. Значит какой праздник? Одежда посветлела. Да, какой праздник-то называется в церкви православной? Подожди, сейчас он додумается. Лицо преобразилось. Лицо преобразилось, и вот этот глагол, бери праздник. Воскресенье. Нет, не воскресенье, в этот день он не воскрес, а что в этот день произошло? Можно. Пусти руку. Праздники церковные, Василий, надо знать. Нет? Лицо преобразилось в этот день, и праздник как называется? Пре-во... Можно? Ну тихо. Не знаешь такой праздник даже? Я знаю, я знаю, я знаю. Пре-обра-же... Праздник преображения. Праздник преображения Господня, да. То есть он показал себя... В каком месяце праздник? Что? В каком месяце праздник? А вот Нестор руку тянул, он знает. Не знаю. Не знаю. Сейчас пятницу, какой праздник будет Нестор? Вердное воскресенье. Вот. А за вердным воскресеньем в субботу? Сейчас этот... Благовещение. В субботу. Нет, воскресенье. В субботу. Какая суббота называется? Когда икру можно есть. Рыбью? Рыбью, да. Не кабачковую же. Вы знаете двоечники. Какая будет суббота, Василий? Мясо постное. Мясо постное. Вот это ты там сказал. Ну, вот двоечники-то собрались-то. Двойки ставьте и угоняйте из школы. Вам надо в духовную семинарию поступать. Нет. Чего нет-то? Там Вас научат всем праздником. Нет. Уйти сами, скажите. Лазарева суббота будет. В этот день Лазарь выйди вон. То есть, как икра в рыбе живет, так Лазарь был во гробе и вышел вот такое сравнение. Но из прочитанного Василия. Он Господь преобразился. Как к нам это относится? Ну, Господь преобразился. Ты преобразился? Нет. Был. Крещение принял, был сухой грешник, а стал мокрый грешник. А ты, Нестор, улыбаешься. Ты преобразился в христианина. Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Ну. Вот. Нужно быть достойным звания христианина. Чтобы люди, видя свет Ваш в Вас, видели Христа, а не грешники. Так вот он свет. Вот он свет. От тебя должен исходить свет Евангелия. Евангельской проповеди. От дяди Васи исходит. От дяди Васи исходит. Ага. Что от дяди Васи исходит по утрам? Налопался хлеба вчера. Говорю, ешь поменьше сегодня. Но сегодня побыстрее от него все. Все равно старается, как может. Так, ну, по прочитанному то что еще, Василия, можешь? Что тебе запомнилось? Можно? Нет. 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 Кто там был на горе преображения? Какой пророк? Два пророка. Можно? Пророк. Петр это апостол. Можно? Я знаю. Да, опусти руку. Илья. Да, Илья. Чем он знаменит этот пророк? Сводил с неба огонь. Да. А Петр почему решил, говорит, давай останемся здесь, не пойдем вниз? Ну, он думал по-человечески, а Бог, по-божьему. Да, а что по-человечески он? Что он испугался, наверное, да, что иудеи его распнут. Поэтому, говорит, давай никуда не пойдем, сделаем тут три монастыряка тут сделаем. Петр, наверное, такой же был, как ты, любил одиночество, рыбалку. Вот ты, Петр, ты молись ему, чтобы Господь тебя также преобразил. Что ему Господь на это ответил? Да, да. Купим три дачи. Вот здесь три кущи. Куща это домик такой типа дачного там, шалаш или как-то. И будем сидеть тут. Никто нас трогать не будет. Если кто-то нам полезет, Илья с неба даст ракетами, все, всех пришибет. Вот такой был Петр. Рыбак такой тоже. Ты вот молись Петру-то, он твой. Да где-нибудь уже старались. Очень похожи вы с ним. Какой он был, и ты какой сейчас. Тогда он был молодой, а сейчас дядя Ватя старается. У Петра Господь сделал первоверховного апостола. Какие первоверховные два апостола? Знаешь, Нестор? Сколько апостолов? Два первоверховных. Петр и Павел. Петр и Павел. Вот. И вы два тут сидите. Василий и Нестор. Два апостола. Может Господь вас избирает. Петр и Павел. А я так, запасной. Ну. Ты наоборот должен, Господи, выбери меня, руку тянет, тянуть. А ты сразу раз себя сбросил в крест. Нет. Вот так вот. Я его выгрузить. Он не происходит. Господь избрал. Ты рыбалку-то любишь, Нестор? Ну, ты Господь рыбаков избрал. И что он им сказал? Василий. Отныне будете ловить. Человеков. Человеков. Вот. На рыбе их поймал. То есть. Рыбачить это. Значит. Рыбачить это для чрева, для своего. А. Что значит ловить человеков? Проповедовать слово. Проповедовать слово. В евангельские сети их заманят. Дядя Серёж. Значит план такой. Нам надо больше рыбачить, тогда нас тоже примут в апостолы. Что? Надо рыбачить. Иначе нас не примут. Он же принял рыбаков. Да там не только были рыбаки. Постал Павел, он не был рыбаком. Он был учитель Израилев. И ещё этот, вроде как Матфей был в этом. Ну, в этом как-то. Тот, который деньги собирает. Налоговый инспектор. Как называется налоговый инспектор в Евангелии Василий? Сборщики налогов. Мытарь. Мытый. Мытый или мытарь. Вот. Благодарим Бога. Слава тебе Боже наш. Слава тебе. Слава тебе Боже. А что сейчас вы видите? Слава тебе Христе Боже. Аминь. Аминь.